28 лет назад всенародным голосованием в нашей стране была принята Конституция Российской Федерации. И уже на следующий год, день 12 декабря, был объявлен государственным праздником. Конституция, основной закон государства, является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Конституция гарантирует нам многие права, которые далеко не во всех странах соблюдаются, а нам они кажутся вполне обычными и привычными. В рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации волонтеры в центре нашего города раздавали прохожим сувенирную продукцию, а также издание Конституции и брошюры, рассказывающие об истории возникновения праздника, провели среди жителей Славянского района и викторину на знание Российской Конституции. Главная цель всех этих действий – еще раз подчеркнуть единство и демократичность самой большой в мире страны. Конституция очень важна для всех наших сограждан. Конституция – это основной закон, который дает нам полные гарантии на спокойную, достойную, свободную жизнедеятельность, который включает в себя различные социальные пакеты, такие гарантии, социальные льготы и многое-многое другое. Конституция является самым главным законом нашего государства, который должны и обязаны соблюдать все граждане нашей страны. То, что в других странах нет Конституции, я считаю это неправильным, что все-таки власть – это должна быть власть народа. Конституция гарантирует нам наши права, то есть право на жизнь, право на личную свободу, право на свободу переписки, все-все-все. Это очень важно, потому что мы живем в демократической стране, и наш строй позволяет нам так высказываться. Конституция позволяет нам голосовать на выборах с 18 лет. Наша жизнь меняется со временем, вносятся изменения и в Конституцию. В прошлом году мы голосовали за поправки, утверждающие семейные ценности и социальные гарантии, защиту суверенитета и территориальной целостности. Все эти изменения только усиливают значение для нашего народа Конституции, основного закона России, которым можно по праву гордиться. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко, программа «События». Продолжение следует...